Он родился в Воронеже, окончил Центральный институт физкультуры в Москве и Международное отделение факультета журналистики МГУ. В 1986 году пришел в гостелерадио СССР. В качестве специального корреспондента побывал в США, Великобритании, Швейцарии, ФРГ, Финляндии, Японии и Испании. Был ведущим программы «Время», «Международные панорамы», специальным корреспондентом программы «Семь дней», до и после полуночи. В 1992 году снял документальный фильм «Кому нужна эта война?» «Приднестровский дневник», после чего был отстранен от ведения новостей. Был удостоен награды патриарха «Всея Руси» Алексея II за создание лучшей национальной программы. В разные годы работал в телекомпаниях «Московия», «ТВ-центр», руководил Центром общественных связей Олимпийского комитета России. Лауреат Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» в Югославии. Награжден сербским орденом. Известный журналист и телеведущий, мастер спорта по современному пятиборью Борис Костенко. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Борис Костенко. На телевидении я работаю давно, почти 20, а где-то так, может быть, уже 25 лет. Как у каждого телевизионщика, работавшего в прямом эфире в информационном вещании, есть много что вспомнить. Ну, сейчас я только, наверное, одно такое воспоминание, самое яркое. Связано оно с тем, что я последний ведущий диктор советского телевидения. В ночь с 18-19 августа я вышел из студии ТСН где-то половина первого ночи. Это был самый поздний эфир, это был первый канал. Потом уже в 4 утра приехал на Кравченко в программу «Время», где я, собственно, и вырос. И потом все вот это началось. Знаете, ну, можно рассказывать о себе долго, было много всего. Документальные фильмы, продюсирование, всяких различных проектов, трансляций. Вот главное, что за эти 20 лет, а я в цехе приблизительно столько, мы работаем, мы в форме, мы любим свою профессию. И всегда рады работать для вас, уважаемые телезрители. А теперь о главных темах прошедшей недели. Вечером 25 февраля 1977 года в московской гостинице России вспыхнул пожар. Загорелись одновременно 5, 11 и 12 этажи северного корпуса гостиницы. Люди, находившиеся выше 12 этажа, оказались в ловушке. На место происшествия съехались все пожарные силы Москвы и Московской области. Было спасено более тысячи человек. 42 человека погибли, а 52, в том числе 13 пожарных, получили травму. Официальной причиной пожара был объявлен не выключенный из сети паяльник в помещении радиоузла. А неофициальных версий было много, в том числе поджог и террористический акт. В ту же самую ночь в Москве горело здание издательства газеты «Правда», а незадолго до этого произошел взрыв в московском метро. Может быть, события той далекой зимы действительно связаны между собой? 28 февраля 1990 года съезд народных депутатов СССР разрешил крестьянам создавать частные хозяйства. До этого в течение многих лет слово «фермер» не вызывало у советских людей никаких положительных ассоциаций. Казалось, что в нашей стране традиция частного хозяйствования на земле окончательно утеряна, и все же процесс, как говорится, пошел. Пусть и не так быстро, как хотели первопроходцы советского фермерства, и как того требовала продовольственная ситуация в стране. С тех пор прошло немало лет, но устойчивая и эффективная система частного сельхозпроизводства в России так и не сложилась. Почему? 25 февраля 1991 года Верховный суд РСФСР принял решение о смягчении наказания для так называемого русского мафиози Вячеслава Иванькова, знаменитого «япончика». За Иванькова ходатайствовали известные артисты, депутаты, врачи, правозащитники. Многие из них называли крестного отца советской организованной преступности своим другом. Оказавшись на свободе, япончик вскоре перебрался в Соединенные Штаты, но криминальных связей с родиной не прерывал. Более того, он и с американской мафии нашел общий язык. В 1995-м Вячеслав Иваньков арестован в ФБР, был суд присяжных, приговор, тюрьма и депортация в Россию. Преступников из бывшего СССР американцы называли «красной мафией». И в этой мафии увиделась стратегическая угроза для их страны. Была ли такая угроза в действительности? Об этом мы подробно поговорим чуть позже, а сейчас в других событиях минувшей недели былого времени. 28 февраля 1968 года в Кремлевском дворце съездов открылся 14-й съезд профессиональных союзов СССР. В президиуме форума товарищи Брежнев, Подгорный, Косыгин. С докладом на съезде выступил председатель ВЦСПС товарищ Шелепин, который в частности сказал. Центральный комитет нашей партии высоко оценил роли деятельности Советских профсоюзов, их революционные боевые и трудовые заслуги в осуществлении поставленных партией задач на всех этапах социалистического и коммунистического строительства, определил коренные задачи профсоюзов на современном этапе и перспективе их развития. С 23 февраля по 3 марта 1981 года в Москве проходил 26-й съезд КПСС. С отчетным докладом на съезде выступил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. На съезде были определены задачи плана 11-й пятилетки, провозглашен лозунг «Экономика должна быть экономной», принято решение о подготовке новой программы партии. Дел предстоит много. Задачи надо решить большие, сложные. Но мы решим их и решим обязательно. В конце февраля 1986 года самолет Ил-18 совершил свой последний рейс на авиатрассах Дальнего Востока. На смену четырехмоторным турбовинтовым машинам, эксплуатация которых прекращена, приходят новые авиалайнеры Ту-154. Уходящие в историю Илы за 30 лет производства и эксплуатации запомнились 20-ю мировыми рекордами дальности и высоты полета. Ил-18 стал также первым советским пассажирским самолетом, получившим широкий спрос на мировом рынке. Для 17 иностранных компаний было построено свыше 100 самолетов. Вечером 25 февраля 1977 года в московской гостинице «Россия» вспыхнул пожар. Тогда загорелись 5, 11, 12 этажи северного корпуса гостиницы. Со звоном лопали стекла, в оконных проемах гроздями висели люди. В считанные минуты пламя охватило верхние этажи северного корпуса. И люди, находившиеся выше 12 этажа, оказались практически в ловушке. К пожару сразу же была присвоена высшая категория сложности. На место происшествия были собраны все пожарные расчеты Москвы и Московской области. По официальной версии, причиной грандиозного пожара стал невыключенный с сети паельник. Но были и другие версии, от вполне реальных до практически фантастических. Сегодня мы вспоминаем подробности этой трагедии и попробуем отделить правду от домыслов и вымыслов. Об этом нам поможет Владимир Викторович Зайцев, ветеран пожарной службы. В 1977 году он был одним из руководителей штаба пожаротушения Главного управления пожарной охраны ГУВД нашей столицы. Здравствуйте, Виктор Викторович. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно, вот этой эмоции. Чем, собственно, запомнился именно этот пожар, эта трагедия во всей вашей длительной и достаточно сложной такой судьбе? Ну а вспоминается, что вспоминается? Ну, наверное, прежде всего, это героизм пожарных, которые смогли, все-таки смогли потушить этот пожар, все-таки смогли спасти более тысячи человеческих жизней, в том числе рискуя собственной жизнью. Наверное, это по оценкам ветеранов пожарной охраны на то время, на 1977 год, это был пожар века. Таких пожаров не было в Советском Союзе, в бывшем тогда Советском Союзе. Труд пожарных вспоминается. Пожар в доме, в обычном, это одна ситуация, в гостинице вот несколько другая. Тем более в такой гостинице, которая по своим масштабам достаточно большая. Это вот если брать тот корпус, в котором произошел пожар, у него протяженность северного блока 280 метров была. А по контингенту люди совершенно разные. Были люди и молодого возраста, и прошедшие там Великую Отечественную войну, были русские, были на тот период в этом блоке находились и достаточно много иностранцев, мужчины, женщины, но детей было не так много, там какие-то единицы были, а люди были совершенно разные. А там еще был концертный зал, а в концертном зале еще проводилось мероприятие, и там люди были. А что было тогда, не помните? Ну, был концерт с участием Аркадия Райкина. А как же людей-то выводили? Нет, ну туда, конечно, не было допущено распространения абсолютно никакого, хотя с крыши этого киноконцертного зала проводилось спасание людей из ресторана. Еще там был такой тоже фактор, ведь на этот пожар приехали самые высшие руководители тогда Советского Союза, да, там был и первый секретарь горкома партии Гришин, там был и министр обороны, там был министр внутренних дел, потому что пожарная охрана тогда и входила в состав МВД. Ну да, там был и председатель Верховного Совета, ну то есть там была половина Политбюро, которые были на этом пожаре. Это мешало? Это мешало. Действительно пожар-катастрофы, действительно такого не было. Такой вот массовой гибели людей со времен войны их не было. Вот насколько мы готовились к программе, поднимали материалы, и говорится, что не было высотных лестниц, дотягивались только до седьмого, восьмого этажа, а там все-таки горел-то высокий этаж, двенадцатый. Конечно, оснащение было хуже, чем сейчас, но на тот период времени, например, в мире было три автолестницы высотой 60 метров, это во всем мире, из них одна в Москве. Пожар начался вроде бы там в одном месте официально, потом ходили слухи, что было несколько очагов возгорания, потом он как-то распространялся скачками. Вот как это было все-таки реально? Ведь было же расследование. В гостинице «Россия» на тот период времени была своя пожарная часть. У нее, значит, был пульт, у нее была соответствующая аппаратура, сигнализация, индикация. Сначала, естественно, был первый какой-то индикатор высветился на каком-то этаже, но потом это начало буквально, спустя там какие-то считанные доли минут, резко начались с одной стороны, с другой стороны, от загораться ламочки показатели, там, пятый этаж, седьмой, девятый, одиннадцатый, там, в разных местах, в разных направлениях. И все это происходило очень быстро. Это один фактор. Второй фактор – пожарная часть районная находится, ну, не так далеко от этого места, там, буквально несколько минут ей ехать, и они своевременно выехали, своевременно прибыли, без всяких задержек, без каких-то там остановок. В соответствии с нормативами, да. Да, даже выше, быстрее, чем нормативы. Но пока они ехали, то есть сообщение прошло быстро, за несколько минут, чтобы при нормальном распространении пожара, пожар так не может распространиться, на мой взгляд. Это мое, там, мнение, как человек, который всю жизнь посвятил пожарной охране. В этом развитие происходило катастрофически быстро. Вот. А почему, вот вы говорите, там, паяльник, не паяльник, на мой взгляд, здесь срослись несколько факторов, и основные из которых, ведь, когда гостиницу построили, ну, по тогдашним меркам, оно и сейчас так, подписывался от Госкомиссии. В Госкомиссии всегда участвует пожарная охрана. Да. Значит, пожарная охрана не подписала. Не подписала? Не подписала, ввиду, там, достаточно большого количества нарушений, допущенных при строительстве. Я, насколько я помню, гостиницу устроили к какой-то дате, чуть ли не к съезду. Поэтому там, особенно, не обращали внимания. Ну, наверное, да, приказали и ввели в эксплуатацию, даже без каких-то подписей. Это в свое время, когда архитектор, который занимался восстановлением уже гостиницы, он прямо сказал, что, судя по местам, которые требуют там определенного рода работ, вот, по восстановлению именно, видно было, что пожар имел несколько очагов. Или, может быть, это были узлы основные горения. То есть, намек был на то, что горело в нескольких местах. Но если прямо сказать, то намек на искусственное возникновение огня. То есть, поджог. Ну, эта версия ни в коем мире не исключается. Есть официальное, есть мнение, есть наука. Вот, и занимались расследованиями этого пожара, на мой взгляд, весьма компетентные организации и органы. И привлекались... А кто, кстати, занимался? Это МВД или уже КГБ тогда этим занимался? Ну, мне кажется, занимались и те, и те одновременно. Да. Каждый в своей области. Ну, и привлекались специалисты пожарной охраны. В то время, сейчас она называется Академия и Институт противопожарной обороны. То есть, специалисты высокого класса. К сожалению, результаты-то они до ушей, глаз людей не дошли. Что говорили вот о возможном террористическом акте? Все-таки это был год такой непростой. В ноябре вся страна готовилась к достойности 60-летия Октябрьской революции. То есть, все это воспринималось через политическую призму? Или это было все-таки надумано больше? Мне кажется, сейчас вообще-то трудно сказать. Террористический акт, ну, как расценивать, что такое терроризм? Терроризм, для него существует свое понятие. Должен кто-то был заявить, что это мы, иначе зачем? Наверное, да. Если это поджог, да, если кто-то умышленно что-то сделал, действие, да, относить его к терроризму или не относить, да, и какие преследовались цели? То ли там какие-то местные свои разборки, то ли просто кому-то навредить, то ли можно там расценивать и с точки зрения противоправных действий, потому что осматривались случаи, там выезжали какие-то делегации оттуда. Прямо перед этим выехала группа иностранцев, после них, значит, в этом коридоре началось интенсивное горение. Связано это или не связано, я не могу это сказать, потому что я не знаю. Можно подвязывать это, а может быть и нет. Может быть это просто чистая случайность или чистое совпадение. Но сказать, что вот от паяльника, чтобы загорелось, конечно, я бы не рискнул. Вот как профессионал я бы не сказал вот такое. Естественно, когда вот пожар происходит, и вот мы выезжали, другие люди ездят тушить, ну не задумывайся о причине. Голова этим не занята. Отчего там случилось? Почему пожар произошел? Почему он там принял такие размеры? Голова занята другим. Надо тушить, надо спасать людей. Это уже потом, после пожара, когда там можно проанализировать, что-то в глаза бросилось, о чем умолчалось вначале. И потом можно подумать, исследовать, спросить очевидцев. Ведь вот после этого пожара опрашивался каждый солдат. Тогда, кстати, солдаты были в пожарной охране. Тоже одна из тем, наверное, одна из форм альтернативной службы в сегодняшней ситуации. Тогда были солдаты. Мы опрашивали каждого участника тушения пожара. Каждого, абсолютно. Ни один не был упущен. Даже те люди, которые попали в больницу, потом по выходе, их тоже начнут. Скажите, вот на ведомственном уровне людей, которые участвовали в пожаре, их поощряли или как-то это было так вот, исполнили свой долг и все? Ну вот после пожара, непосредственно, сразу после пожара, да, выходили двоякие суждения. Да. Да, там как-то можно сказать. Либо накажут, либо наградят, да. И вот это колебание с одной чаши весов на другую, она длилась, ну, приличное время. Достаточно долго это длилось. Все-таки потом было решение принято, что надо награждать. Правильное решение было принято. Наверное, это первый пожар после Великой Отечественной войны, когда пожарных награждали боевыми наградами. Орденом Красной Звезды, медалью за отвагу. За отвагу, просто за отвагу, да. Это самая высшая медаль там для, вот во время войны она была. Медалью за боевые заслуги, то есть военные даже награждали пожарных, потому что это был действительно подвиг. Ну что, спасибо, Владимир Ильич, за столь содержательную, интересную беседу. А мы, тем не менее, продолжим обзор событий минувшей недели. 24 февраля 1973 года в телевизионный эфир впервые вышла научно-популярная программа «Очевидное, невероятное», неизменным ведущим которой стал Сергей Петрович Капица. В передаче рассказывалось о науке, технике, об изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, и опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг. Эти пушкинские строки были выбраны в качестве эпиграфа программы. 25 февраля 1982 года в Ярославле состоялась торжественная церемония вручения выдающемуся полярнику, исследователю Арктики, дважды Герою Советского Союза Ивану Дмитриевичу Папанину, диплома о присвоении ему звания почетного гражданина Ярославской области. В феврале 1986 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошел 2,5-миллионный автомобиль марки «Запорожец». Первая модель, ЗАЗ-965, производилась с 1960 по 1969 год. Несмотря на обвинения в том, что конструкция была скопирована с «Фиата 600», представители завода уверяли, что машина была полностью советской разработкой, созданной инженерами ЗАЗа в сотрудничестве с коллегами из Московского автомеханического института и конструкторским коллективом завода «Москвич». Следующая модель, ЗАЗ-966, находилась в серийном производстве с 1967 по 1974 год. Она обладала модернизированным несущим кузовом. ЗАЗ-968 производился с 1972 по 1980 годы. Его особенностью стал усовершенствованный двигатель. ЗАЗ-968М выпускался с 1980 по 1994 годы. Эта модель и завершила эру запорожцев. 25 февраля 1991 года Верховный суд РСФСР принял решение о смягчении наказания в отношении русского вора в законе Вячеслава Иванькова, больше известного как «Япончик». В ноябре этого же года «Япончик» вышел на свободу. О самом знаменитом советском мафиозе написаны сотни статей в нашей стране и за рубежом. Разобраться в жизни и судьбе «Япончика» нам сегодня поможет Владимир Семенович Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, бывший начальник Национального центрального бюро Интерпола в России, советник-председатель Конституционного суда России, и член Совета по внешнеоборонной политике, доктор юридических наук. Здравствуйте, Владимир Семенович. Здравствуйте. Итак, вот эта мифологизация такого человека, как «Япончик», она уже имеет место быть. Написаны там тонны всякой литературы популярной, вышли там передачи и так далее. Это все-таки миф или, так сказать, реальность? Потому что иногда картина сильно искажается. И вообще мы понимаем, кто такой «Япончик» на самом деле сегодня? Ну, многие не понимают и не знают просто. Конечно, это не миф. Это реальный человек. Это реальный вор в законе. Я бы сказал, что это реальный король современного преступного мира в России. Мафия не вчера началась и не завтра закончится, но было время советское. Как это выглядело именно тогда, в советские годы? Организованная преступность, как мощное теневое, явление, которое противостояло государству, сформировалось уже в 60-х, в начале 70-х годов. А и в 72-м году закончился судебный процесс по банде Геннадия Корькова по кличке «Монгол». Одним из членов этой преступной организации был Вячеслав Иваньков по кличке «Японец». У них был только один объект посягательства. Это то, что называлось такой теневой, зажиточной советской элитой. Директора комиссионных магазинов, директора овощных баз. И они считали, что они осуществляют такую классическую воровскую идею. Они не грабят бедных, они грабят только богатых людей. Робин Гуда. Робин Гуда, которые сами ограбили народ. Уже тогда было ясно, что вот существует некая теневая жизнь, теневой мир, который никак не вписывается в привычные рамки обычной советской соцреалистической действительности. А потом, когда начались процессы перестройки, особенно кооперативного движения, и в 1988 году был принят закон о кооперативном движении, я этот год считаю вообще точкой отчета для формирования современной организованной преступности. Что произошло? Кооперативам дали свободу, значит легализовали цеховиков. Преступный мир, профессиональный, понял, что просто грабить и заниматься рэкетом в отношении цеховиков, которые стали кооператорами, это уже мало. Нужно создавать какие-то совместные структуры, такие традиционно криминальные, с экономическим уклоном. Но легальные. Вот тогда первые кооперативы и их крыши в лице профессионалов преступного мира, это и было зарождение современной организованной преступности. То есть у нас были цеховики, которые стали кооператорами. И у нас были профессионалы-преступники, вот такие, как банда Монгола, как преступные структуры Иванькова, и которые сразу же накрыли своим крышеванием структуры легализованной цеховиков. Они уже перестали между собой конфликтовать. Вначале мы говорили, что решение Верховного суда РСФСР тогда о том, чтобы Иванькову сменили меру наказания, мы не будем обсуждать законно или нет, но фактически это факт. А сегодня мы уже прямо говорим о возможном сговоре или прямом сотрудничестве с властью. Это же очень опасно для общества в первую очередь. Оснований для условно-досрочного было мало, потому что в местах лишения свободы Вячеслав Иваньков жестко соблюдал традиции классические преступного мира, а одна из главных традиций не сотрудничать с администрацией, не идти ни на какие компромиссы. Поэтому он был 16 раз только пока находился в местах лишения свободы в штрафном изоляторе. Это очень много, это мало кто бы выдержал. Надо сказать, что, конечно, просто ворами в законе не становится и просто королями преступного мира надо быть для этого очень сильной личностью. Вот было принято такое решение и через какое-то время путем различных комбинаций Вячеслав Иваньков оказался в Соединенных Штатах. А в Соединенных Штатах к этому периоду уже сложилась мощная структура русскоязычной организованной преступности. Вот то, что называется русской мафии, но по этническому составу это никак русской мафии нельзя назвать, потому что бывшей советской мафии. Он там появляется и, ну, поскольку он человек известный в криминальных кругах, он сразу занимает там серьезные позиции и американцы, когда поняли, кто к ним приехал, начинают сразу активно работать и пытаются на чем-то поймать. Иванькова, чтобы выдворить из страны или чтобы привлечь к уголовной ответственности. К этому моменту серьезные проблемы были у банка Чары. И этот банк и вкладчиков кинули два мошенника Волков и Волошин, которые сбежали в Соединенные Штаты с огромной суммой денег, в том числе и денег, которые принадлежали нескольким преступным сообществам. И поскольку Вячеслав Иваньков был в Соединенных Штатах, то он через людей вышел на Волкова и Волошина, а те мошенники фактически, мошенники, и вступил с ними в контакт, чтобы они вернули деньги. Естественно, какая-то доля ему полагалась за решение этих проблем, как это принято, но в теневом мире. Эти мошенники обратились к адвокатам, те им объяснили, что в США действуют законы, которые серьезно отличаются от законов, которые действовали в тот момент в Российской Федерации. Там, даже если ты особо опасный преступник и идешь на контакт с правоохранительными органами, со спецслужбами, тебя освобождают от уголовной ответственности. Заключается некий договор между следствием и того. Берут под защиту и людей, которые пытаются какие-то мероприятия против этих людей... Они подвели его под американскую статью. За что его арестовали? У нас это, ну как вот на таком определенном языке называется западло взяли. То есть не за конкретные действия преступные. Вот если взяли там на конкретном, не было бы такого возмущения. А здесь типичная провокация. И то есть он считает, что по понятиям он поступил правильно, он пришел к дому-мошенник и говорит отдайте деньги. Отдайте деньги, вас тогда никто не тронет. ФБР отрапортовало тогда, что они достигли великих результатов, победили русскую мафию. Но мафию вот таким путем победить нельзя. Свято место пусто не бывает. Они убрали Иванькова в тюрьму и ситуация у них вышла из-под контроля. Сейчас ни ФБР не знает, что реально происходит в преступном мире, связанной с российско-организованным преступлением. Ни у нас никто не знает реально, что происходит в Соединенных Статах. Вы автор серьезной книги, которая называется «Стратегия борьбы с мафией». Конечно, хочется узнать, какова она хотя бы в тезисах. Я понимаю, что тема эта огромна, но тем не менее. главным направлением борьбы с мафией и коррупцией, не бытовой коррупцией, а сетевой коррупцией, которая и связана с организованной преступностью, это является, во-первых, конфискация имущества, поиск активов похищенных и переведенных в офшоры в другие страны, и борьба с легализацией преступных доходов. Что у нас происходит? У нас в 2003 году конфискация вообще была уничтожена как вид уголовного наказания. Потом с огромным трудом в 2006 году удалось восстановить ее как некую иную меру уголовного правовоздействия в Уголовный кодекс, но до сих пор этот институт, поскольку он не является видом уголовного наказания, практически не работает. Конечно, российская организованная преступность это большая тема, но иногда чаще интереснее и, может быть, вполне этот вопрос можно раскрыть, сравнивая его с итальянской, американской, китайской. В чем особенности нашей системы преступного мира и его организации? Мафия это всегда интернациональное явление. Там одна албанская мафия, что значит? Да, это всегда интернациональное явление. И албанская, и китайская мощнейшая мафия. И та же итальянская, она своих позиций никогда не сдает. Да, куда не делось, да, понятно. Да, и чисто американская, и японская, и якудза, это же... И я уже сказал, китайские триады, которым сотни лет, они как вот существуют по тем принципам, так и существуют. И это всегда истиневой мир. И чем всегда сильна мафия? Вот в мафии, когда в мафии, генералы мафии, воры в законе, авторитет, они не уходят на пенсию и не пропадают, не исчезают, и не идут потом на службу к тем же мафиозе, в другую структуру. Там, если человек преступный авторитет, если он вор в законе, он пожизненно, пока его не убьют, или он пока своей смертью не умрет. Вячеслав Иваньков отбыл срок наказания в Соединенных Штатах, вернулся в Россию, он живет в России сейчас. В Россию отбыл срок наказания и в Соединенных Штатах вернулся Марат Балагула, который еще в 70-е годы до Иванькова был королем преступного мира. Вы имеете, живут на свободе? Да, просто живут, но они отбыли срок наказания, они живут здесь, но они же непочетные пенсионеры, как наши генералы милиции или госбезопасности или Минобороны, они же не просто не ловят рыбу, не ходят за грибами, они люди, если ты король, то ты король пожизненный, ты король пожизненный, это надо прекрасно понимать. Они живут по своим законам, они называются у нас понятия. Здесь мы живем по легальным законам, у нас называются это законами. Вот это все законы должны преобладать над понятиями, а у нас сейчас понятия преобладают над законами, и вот эта связь размыта абсолютно между собой. спасибо за такой содержательный и не очень пусть приятный, но прямой разговор. Спасибо, что пришли в нашу студию и встретились сегодня с нами. Пожалуйста. Спасибо. Ну, а мы посмотрим, что еще произошло на этой неделе. 25 февраля 1964 года 22-летний американский боксер Кассиус Клей стал чемпионом мира в тяжелом весе, победив в титульном поединке своего соотечественника Сони Линстона. Вскоре после этого боя Клей принял ислам и сменил имя на Мухаммед Али. Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Эта тактическая схема, придуманная Али, была позже взята на вооружение многими боксерами во всем мире. 24 февраля 1978 года в Кремле прошло очередное заседание Президиума Верховного Совета СССР под председательством Генерального секретаря ЦК КПСС председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева. О положительном опыте взаимодействия органов власти и управления при рассмотрении предложений по проекту новой конституции СССР рассказал Леонид Ильич Брежнев. Обсуждение сообщения Совета Министров СССР на заседании Президиума является логическим продолжением усилий, направленных на развитие и совершенствование контрольных функций Верховного Органа Власти как это требует положения новой институции. В феврале 1987 года в Московском Политехническом Музее открылся дисплейный класс. Тысячи учащихся Москвы могут прийти сюда, чтобы научиться работе с современными компьютерами. Занятия в дисплейном классе ведут квалифицированные преподаватели программисты. Ребята смогут не только ознакомиться с научными возможностями компьютера, но и просто отдохнуть, поиграть в увлекательные игры, которые имеются в памяти новых электронно-вычислительных машин. 28 февраля 1990 года Съезд народных депутатов СССР разрешил крестьянам создавать частные хозяйства. Российская деревня, изможденная десятилетиями централизованного руководства находилась в губочешем кризисе. Возрождение свободного крестьянства и естественных форм ведения сельского хозяйства многим представлялось чуть ли не единственным выходом из сложившейся ситуации. Но почему даже сейчас, по прошествии почти двух десятилетий, мы не можем сказать, что намеченное в начале 90-х успешно осуществилось? Ответ на этот вопрос мы попробуем найти вместе с Владимиром Федоровичем Башмачниковым, доктором экономических наук, профессором, почетным президентом Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и сельсхозяйственных кооперативов России. Здравствуйте, Владимир Федорович. Здравствуйте. Различные попытки повысить производительность труда на селе в Советском Союзе предпринимались неоднократно. Так было и в годы перестройки. Многие коллеги-журналисты тут же принимались выискивать, как тогда говорилось, ростки нового. И вот, например, фрагменты из репортажа моего коллеги Сергея Медведева из программы «Время». Это январь 88-го года. Давайте посмотрим. Этот год в этом смысле можно назвать переломным. Сегодня примерно в каждом третьем в колхозе и совхозе появились арендаторы и семейные фермы. Вот примерно такие, как в колхозе имени Горького Московской области. Это ферма семьи Карпуниных. Два года назад вчетвером взялись они обслуживать 100 дойных коров, а разместили их в бывшем старом телятнике. Колхоз его реконструировал за свой счет. Построили рядом дом на две семьи, семной сарай, проложили дорогу. Чего не работать? И вот, пожалуйста, в этом году Карпуниные получат от каждой коровы в среднем 4800 килограммов молока. Это почти на тонну больше, чем надаивают колхозные доярки. Ну, а не пробовали подсчитывать, сколько прибыли даете? Прибыли. В этом году еще не подсчитали, но в прошлом году мы дали валовый доход. Наша ферма составила 180 тысяч. Чистой прибыли наша ферма дала 52 тысячи. Ваша ассоциация после этого репортажа была создана где-то через два года. Неужели в стране уже было столько много фермерских или крестьянских хозяйств, что возникла необходимость их объединения? И, собственно, какие задачи решала тогда ваша ассоциация? Нет, задачи изначально не АКОР их придумал, а учредители их определили и обозначили. А учредителями были вот те самые арендаторы, которые вышли на получастное хозяйство и уже инициативу проявляли. Кроме того, в ту пору создались из арендаторов, из подрядных коллективов бригад создались так называемые кооперативы, поскольку тогда еще не было ни закона, ни четких определений, как будет работать крестьянское хозяйство как таковое, семейное, фермерское, то большинство вот этих активных людей, самостоятельно решивших вести свое дело, они оформились как кооперативы, благо бы это легитимно и закон был. Мне кажется, в 90-е годы вами двигала глубокая уверенность в том, что именно с помощью фермерства и крестьянских кооперативов можно сохранить и успешно развивать сельское хозяйство и вообще российское село, скажем так. Существовали, в общем-то, и другие точки зрения, но, собственно, о чем была основана вот лично ваша убежденность? Другие точки зрения существовали и официально, по крайней мере, точка зрения, она не менялась, кстати, до сегодняшнего дня не меняется, что сельское хозяйство в России, как в стране самобытной, вот ни на кого не похожей, должны в сельском хозяйстве работать крупные производственные структуры. чиновникам удобнее работать с крупными. Вот их, скажем, в районе есть 10 крупных колхозов или сельскохозорганизаций, есть 10 директоров, и вот можно им что-то сказать, можно с ними что-то порешать, но не 300, не 500, а 10. И так мне удобнее. Отчетность собрать с них удобнее. Ну, дать кредиты им и сказать, если ты хочешь слушаться, мы тебе дадим кредиты, не слушаешься, гуляй, это опять же с ними легче, а не с 500. Ну, наконец, даже если мне зарплата мала, и я это умею делать, и не стесняюсь слова корыстолюбец, если я не стесняюсь, то я скажу, слушай, Иван Иванович, я тебе кредит дам, но ты понимаешь, трудно жить-то. Иван Иванович, он сообразительный в России очень. Он говорит, 10% я тебе откалываю, или как это называется, откачу, откат. И это хорошо, удобно, с крупными представителями. Ну, а кроме того, есть еще и теория, помогающая, что кто-то придумал, от Марса говорят, хотя у Марса я вот хорошо занимался, Марсом я доктор наук, я знаю, что такой строгой, четкой формулы, что крупное лучше, чем малое, у Марса нет. И Ленин, и Марс, они были диалектиками, и они говорили, в зависимости от условий. Поэтому, все равно, сколько не затаптывали и не закатывали в асфальт, идею, что крестьянская форма эффективнее, что стимулы у крестьян мощнее, они заботятся о семье, как бы, само собой, постепенно заботятся и об урожае. А это, в конце концов, обществу достается. Вот этот вот природный инстинкт, может быть, защиты и заботы о семье своей, о продолжении рода, о детях, о внуках, вот это главный стимул, которого нет других форм. Вы, очевидно, знаете печальную историю Ивана Худенко. Это директор колхоза из Казахстана. Его называли шестидесятником от сельского хозяйства. Худенко перевел свой совхоз на полный хозрасчет, оплачивая результат, а не затраченные усилия. Давайте послушаем, что говорил об этом значительно позже руководитель сельскохозяйственных кооперативов Юрий Краснов. Что попытался сделать Худенко? Худенко попытался и реализовал эту попытку стать хозяином на земле. Что это дало? Это дало высокий конечный результат. Страшно высокий по сравнению с соседними хозяйствами региона. За счет чего это дало? За счет первое самостоятельности, то есть чувства хозяина. Как самого Худенко, так и его аппарата, так и рядовых исполнителей. Второе, за счет инициативы. Как самого Худенко, так и самих исполнителей. В результате высокий конечный результат. Эффективность страшного резко подскочила. Но административному аппарату это нож в горло. Как вы уже поняли, эксперимент закрыли. Московским экономистам, которые приехали защищать новато, руководители республики сказали, Худенко нарушает социальный мир. Его механизаторы, с его слов, зарабатывали по 330 рублей в месяц. В то время, как в других совхозах страны и 100 рублей считалось хорошей зарплатой. Добавлю, что Худенко обвинили в попытке хищения госсобственности и он умер в тюрьме. Что же это за социальный мир такой и почему об этот мир разбилось столь хорошее дело? Я выскажу свою позицию, свою точку зрения. Я с Худенко близко знаком не был, но сегодня горжусь, я с ним взорвался за руку. Такой был момент. И о его эксперименте знал, когда это задумывалось, когда это осуществлялось и когда это погибало. Как мог, я даже пытался там, работая в институте, высказываться, что вы делаете, господа командиры, вы же губите хорошее дело. В чем особенность, почему вверх был против? Ведь в ту пору, наверное, на протяжении где-то конца 20-х лет и, пожалуй, до 80-х лет, до продовольственной программы, официально не объявлялось, но реально во всех планах и каких-то, может быть, документах, я не знаю, партийных было определено, что в сельском хозяйстве люди не то, что второго сорта, но люди, которые должны быть донорами по отношению к городу, по отношению к промышленности. И им определен какой-то потолок доходов. Вот эта масса людей, 30% населения, это люди, которые должны копошиться и работать. Это было так по факту, хотя, конечно, наверное, политики и так не произносили, но когда вдруг из этого норматива, стали выбиваться отдельные какие-то элементы, то идеологи выступили решительно против и всех инициаторов, потому что, ну-ка, представьте, что это пошло бы по всей России, и по всей России бы люди поняли на селе, что можно жить иначе, можно жить богаче, может быть интереснее, появился бы интерес какой-то, но тогда бы они стали малоуправляемыми, тогда бы село в пользу очищать, вытягивать из него соки в пользу города и промышленности стало бы труднее, а тогда зачем Сталин эти, он разрушил эту старую систему самодостаточности и высокого самомнения крестьян, он же их загнал в полурабское состояние, и что же, вот так их высвобождать, не готова была элита этого, не готов был Суслов к этому, вождь идеологический. В ходе перестройки звучали лозунги похожие на большевистские, фабрики рабочим, землю крестьянам, фабрики пытались раздать через ваучеры, что получилось мы знаем, а как надо было поступить с землей? Земля была разделена между участниками сельхозпроизводства или жителями деревни на так называемые земельные доли, каждый крестьянин, ну за исключением может быть каких-то особо важных с точки зрения государства предприятий, там элитные, какой-то семеновольский совхоз, там земля не делилась, она оставалась государственной, а в основном земля была поделена между крестьянскими семьями, между крестьянами даже, включая, кстати, и учителей деревенских, там работников пищеблока, там что ли, и задача была, чтобы записав это на бумаге, твоя доля 15 гектаров, в зависимости от того, где или 8 гектаров, на Кубани это около 2 гектаров или 4 гектара, где там в степях это 18 гектаров, в Калмыкии более 20 гектаров, но это твоя земля, ее нужно было потом из бумаги оформить в земельный участок, оконтурить, как вот у нас на даче, кто сейчас рапоцесс идет, оконтуривается, но это огромная работа, которую государство не выполнило, если бы выполнило, то у нас бы каждый человек, крестьянин, получил бы не просто бумажное свидетельство о том, что у него где-то в земельном массиве колхоза есть участок, о который неизвестно, раз неизвестно, то вроде как это обман, вранье, это шутка воспринималась, и не прикипело живое сердце крестьянина к тому, что он стал собственником, не получилось, но задумка была хорошая, правильная, а вот реализовать потенциалу не хватило, вот сегодня у нас 150 тысяч фермеров, работающих прилично, так вот из них тридцатка первопроходцев, вот как говорят Силаевского призыва, они сегодня вот вполне по своим размерам, по мощности, по внешнему виду и по уверенности похожи на американских фермеров. Как мы обычно представляем себе американского фермера и американскую ферму, конечно, своя земля, разнообразная сельскохозяйственная техника, лошади, другая живность, большой дом, несколько машин, наемные работники, хотя и не всегда, и никаких проблем, кроме напряженной ежедневной работе. Как представлялась организация фермерских хозяйств в СССР, где у большинства людей была начисто отбита охотца на своей земле, а собственная земля вообще мало кому была нужна. Не соглашусь, не соглашусь. Ну, во-первых, вот коммунисты вынуждены были крестьянина, работающего в колхозе, наделить все-таки какой-то землей и разрешить ему держать какой-то скот. Поэтому начисто вот перевести крестьянина в разряд наемника не получалось ни у кого, ни при царе-батюшке, ни при Сталине непоследователях. Почему? А потому, что все понимали, что вот, ну, то он работает на государство, а сам-то себя кормит. Только вот пусть он вкалывает до седьмого пота, сам себя кормит. Жить-то все равно надо, детей кормить надо. И вот этот момент использовали всегда. А это значит, у крестьян сохранялась любовь к своему крестьянскому. И вот это вот труду, к результатам труда хозяйские какие-то вот качества, они сохранялись в разной степени. У кого больше, у кого меньше, кто может быть так и был, ну, как бы вот полубомжем, потому что там детей нечем было кормить, но таких единицей. А в основном крестьянство и в России сохранялось. И сказать, что оно было абсолютно ленивым, неправда. Оно выживало во все времена. Ничего не оставляли им, а оно выживало. Ну, не падало же с неба манное. Они же сами себя кормили. Поэтому говорить, что они ленивы, наверное, перебор. В 60-е, 70-е, даже в 80-е годы существовала проблема достаточно массового оттока сельского населения, особенно молодежи, в города. Целые деревни оказались заброшенными, или, как говорили тогда, неперспективными. Собственно, с кем было восстанавливать тогда, в те годы, это частное хозяйство? Ну, опять же, не соглашусь. Вот я же называл уже цифры, около трех миллионов где-то желающих. Ну, из них мы признали, что вот половина негодно, они желают напрасно. Из них половина в натуре, потом, получив кредиты, убежала. Но, ведь уже с кем все равно, родственники есть. Это первое. Второе. Дети-то подрастают у этих, которые остались. Кроме того, ведь те, которые, вот, ну, средние работали люди, крестьянские семьи, ведь, ну, завидно, что живет сосед-то хорошо. Надо бы поработать тоже. Жены, они, ой, какие настырные. Они говорят, а вот почему, Петра Иванович, смотри, там справно, там дети ходят в школу, а почему ты, вот, наша девочка, так с ситцем в сарафанчике бегает уже третий год? Ну, это должно было работать. Это начинало работать. И если бы государство не торопилось, у нас ведь, понимаете, что не правитель, три года, сейчас сделали на 25 лет, да, вроде бы, а вот то, три года. Ну, за эти три года надо показать, что ты что-то смог. Может быть, себя показать, может быть, себе показать, может, себе показать. И дальше тебя нет. А дальше что будет? Стратегической, перспективной модели, может быть, программы развития села, может быть, даже и других отраслей. в России не было. Граждан нашей страны всегда интересовал простой вопрос, почему при таком значительном количестве земельных ресурсов, лугов и пастбищ, нам постоянно не хватает продуктов собственного производства, в первую очередь, мяса и молока. И, собственно, когда это все кончится? Я думаю, история, она же наставница жизни, говорили древние римляне, «Хистория эст магистра вита». И учиться надо у своей истории, а не только у западных. А у нашей истории очень интересная. Все сложнейшие потрясения революционного политического свойства, революции 1905 года, революции 1917 года, позднее, вот даже смена строя в России и в Союзе от коммунистов, вот как бы не поймешь, к либерально-капиталистическо-демократическим вариантам, все это происходило из-за того, что продовольствия не хватало. Каждый раз, когда доходило до краю, правительства царские, коммунистические, сегодняшние принимают решения о поддержке крестьянских форм работы, чтобы земля, хозяин, Ленин, землю крестьянам, при Столыпине, при Столыпине видят то же самое, коммунисты в 90-м, в 89-м году то же самое, и сейчас опять поговаривать начинают. Если это будет не 5 лет, а хотя бы как в Турции, как в Японии, как в Бразилии, 20-25 лет внимания до 2020 года, определено, если это будет, то мы забудем, что такое продовольственный дефицит. В конце нашей беседы предлагаю послушать Юрия Назарова, замечательного артиста и, кстати, мудрого человека. Ну почему датчанин с одинакового отрезка или клочка земли собирает в 10 раз больше, чем русский крестьянин? Ну были у нас отставания, то есть умнеть, образовываться, я не знаю, агротехника, там это удобрение, с умом хозяйствовать, с умом, но это же должны, этому должны помогать, этому государству должно помогать. А вам есть, что добавить вот к этим словам? Конечно есть. Значит, дело в том, что, ведь вопрос сразу задает, а кому помогать-то? Вот это вечный вопрос в России. Кому государственные деньги, помощи, сельскую государство давать? Кому? Хозяину да, не хозяину нет. Спасибо, Леонид Федорович, за участие в нашей беседе, свой содержательный разговор был сегодня. Спасибо. Пожалуйста, всегда рад. А мы продолжим обзор событий минувшей недели былого времени. 24 февраля 1970 года в Москве выдающийся советский композитор Дмитрий Шостакович был награжден дипломом и медалью Моцарта за выдающиеся заслуги в пропаганде и популяризации произведений Вольгенга Амадея Моцарта в СССР. Почетную награду Дмитрию Шостаковичу вручил президент общества Австрия-СССР господин Глязер. В феврале 1983 года Государственный Малый Театр представил на суд зрителей новый спектакль по роману Юрия Пондарева «Выбор». Спектакль поднимает сложные социально-философские вопросы современной жизни, связанные с поисками человеком высоких нравственных ценностей. На премьере побывал автор романа первоисточника лауреат Ленинской премии писатель Юрий Бондарев. Этот пес особенно мне дорога потому, что я много отдал времени на работу. В эти февральские дни 1991 года в Свердловске открылся музей легендарного полководца маршала Советского Союза, четырежды героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. В этом городе Георгий Константинович жил и работал с 1948 по 1953 годы. Легендарный маршал возглавлял Уральский военный округ. В 1952 году Свердловская партийная организация выбрала товарища Жукова делегатом 19-го съезда КПСС, на котором он был избран кандидатом в члены ЦК КПСС. 1 марта 1982 года на экраны Польши вышла знаменитая криминальная комедия режиссера Юлия Шамахульского «Вабанк». Сюжет картины, как вы помните, таков. Знаменитый медвежатник Квинта выходит из тюрьмы. Вдруг он узнает, что умер его друг, с которым они играли когда-то в джазовом оркестре. В смерти повинен Крамер. Некто Крамер, по чьей вине, сам Квинта и попал в тюрьму. Сейчас Крамер стал президентом крупного банка и чтобы отомстить, Квинта разрабатывает гениальную аферу. Он хочет ограбить банк так, чтобы виновным оказался сам Крамер. Советские зрители по заслугам оценили эту изящную и стильную картину. И в нашем прокате Ваванк пользовался бешеным успехом. А музыка из фильма радует нас до сих пор. Начиная с 23 февраля 1993 года традиционный советский праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота стал называться по-другому Днем Защитника Отечества. Звучит гордо. Через несколько лет этот день объявили уже выходным. Наверное, чтобы у Защитников Отечества все было, как у тех, кто празднует свой день уже 8 марта. Таким образом была устранена последняя дискриминация в отношении мужчин. Тоже неплохо. А вот что не очень хорошо, так это отношение к истинным Защитникам Отечества. Солдатам, матросам, офицерам со стороны власти. Кстати, ваш покорный слуга награжден в свое время медалью 70-летворженных сил как офицер. Потом уже были медали Защитника Приднестровья и Сербский орден. Ну а наши матери провожая своих сыновей на армейскую службу сегодня, они просто хотят дождаться их домой. Власть обещает сделать эту службу престижной и достойной, но пока не все получается. Так уж повелось в нашей стране, что защитниками Отечества являются не только люди в военной форме, но и все остальные сыны и дочери России. Мы всех вас поздравляем, уважаемые соотечественники, с этим праздником. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова